Дмитрий один из первых участников профилактической акции, организованной областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Молодой человек следит за своим здоровьем, в том числе и психологическим. Поэтому, измерив уровень глюкозы в крови и посетив врача-эндокринолога, большое внимание Дмитрий уделил консультации с психологом. «Моя работа связана с большим стрессом и ответственностью», — пояснил пациент. «Поэтому ищу альтернативные источники правильного выхода из Аховых, порой безвыходных ситуаций». В итоге, в рамках мероприятия он получил грамотные рекомендации врачей-специалистов и сэкономил драгоценное время. «У человека есть возможность более детально отнестись к своему здоровью, какие-то осветить актуальные проблемы, которые есть, либо избежать каких-то последствий негативных, которые могут быть от недостаточно внимательного отношения к своему здоровью». Измерить уровень холестерина в организме и сахар в крови, пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, наконец, получить консультации психолога и врача-волеолога. Не каждый день выпадает возможность такого полноценного медицинского осмотра с индивидуальным подходом к каждому посетителю. И если пациенты получают информацию о состоянии своего здоровья, то доктора — полную картину показателей холестеринного обмена у населения. А его изменения, в худшую сторону, провокатор многих серьезных недугов, таких как сахарный диабет, болезни сердца и другие. Следовательно, у врачей есть веские доказательства убедить человека в том, что ему необходимо заняться собой, даже если проблема только в зародыше. Я узнала, в каком состоянии находится у меня щитовидная железа. Вот это, в принципе, очень важно. Как врач мне сказал, что каждая женщина, в общем, в принципе, в этом возрасте должна знать свое состояние. Решел, быстренько сделал, никого нет, свежо, простудно, хорошо. Согласно нашим исследованиям, значит, только, наверное, 5% населения не имеют никаких проблем, у них все замечательно, все хорошо. А остальные 95% имеют те или иные нарушения холестериного обмена, либо это повышенный общий холестерин. Чаще всего это снижение уровня хорошего холестерина из-за того, что у нас вот такой очень быстрый темп жизни, у людей очень много стресса, много проблем, неправильно питаются, мало двигаются, алкоголь, неправильные продукты. Все это бьет по печени, нарушается функциональная активность и выработка холестерина снижается. То есть это наиболее часто отличающаяся проблема. Профилактическая акция «Контролируйте показатели здоровья и будьте здоровы» входит в комплекс мероприятий государственной программы по профилактике здорового образа жизни. Одно из важных направлений – реализация масштабного проекта «Здоровый город», стартовавшего в Бресте в 2014 году, и предлагающего комплексный подход к решению проблем здоровья и улучшению качества жизни населения. Главная цель как проекта, так и врачей – рассказать людям, что нужно делать, чтобы поддержать свое здоровье. Цель нашей акции – это вот как раз и охватить больший объем населения вот такими исследованиями, для того, чтобы привлечь их к здоровому образу жизни, чтобы они понимали, что для них это важно.